В один из летних солнечных дней Ева и ее мама, как обычно, вышли на прогулку. Неожиданно девочка начала плакать. Увидела, что ребенок чешет ногу странным образом. Я подумала, может быть, это какая-то ранка открытая, где-то она поцарапалась или что-то произошло, механический какой-то порез. Зуд у ребенка не прекращался в течение нескольких дней. Анжелика подумала, что, возможно, у ребенка аллергия и исключила все продукты, которые могут вызвать эту реакцию. Но это ничего не помогало. Я понимала, что проблема где-то намного глубже сокрыта. Реально она начала разрастаться настолько быстро, что каждый день где-то на сантиметр на коже это начало увеличиваться. Это были реальные кровопотеки с очень сильным облазиванием самой кожи. Анжелика обратилась к детскому дерматологу. Девочки провели диагностику и поставили диагноз «экзема». Это острое кожное заболевание, при котором кожа становится сухой, раздраженной, краснеет и трескается. Из трещин начинает выделяться жидкость или кровь, и кожа становится более подверженной инфекциям. Обострение может привести к резкому распространению болезни по всему телу. Я видела эту рану, точно такую же, у своего мужа. Он уже болеет на протяжении многих лет этим заболеванием. 17 лет назад у мужа Анжелики обнаружили экзему. Мужчина всегда использовал специальную мазь, которая помогала ему бороться с этой болезнью. Она верила, что это средство также сможет помочь ее Еве. Когда мы нанесли мазь первый и второй раз, ребенок начал еще больше чесаться, и реакция организма была обратная. Ей не стала помогать мазь, она стала еще хуже после этой мази. И я срочно ее отменила, потому что эффекта никакого не было. При следующем обследовании Еве назначили лечение, которое подразумевало постоянную диету и прием лекарств, применение различных мазей и контроль за болезнью. Но результата не наблюдалось. Раны продолжали распространяться дальше, зуд был невыносимый. От пальца переросли на почти половину самой ноги. И оно просто слазило и образовало новую рану. Одна рана заживлялась, и другая рана образовывалась. То есть это был бесконечный, бесконечный период, когда рана, она постоянно открытая. Каждую ночь продолжалось одно и то же. Раны постоянно чесались. Из-за этого Ева не могла уснуть, плакала всю ночь. Ребенок постоянно жаловался, и руки от ноги не уходили. И она хотела еще больше ее расчесывать, потому что она не могла контролировать себя, чтобы ее не чесать. То есть я не могу, конечно, ни с чем это сравнить, но по ребенку было видно, что ей было действительно больно. Перепробовав все традиционные и народные средства, Анжелика начала понимать, что она никогда не вылечит экзему. Нет ни одного эффективного лечения, которое может помочь ее ребенку. Жизнь в понимании того, что ты не сможешь спокойно жить. Ты постоянно за этим будешь смотреть, контролировать. Ты постоянно будешь следить за тем, как ребенок себя чувствует, где он находится. Очень много ограничений становится в жизни самого ребенка. Но я не могла представить, что вообще будет дальше на самом деле. Анжелика уже давно ходила в Духовный центр Возрождения. Каждый день она молилась Господу и верила, что скоро придет ответ. Когда я молилась, я сказала, Господь, я знаю, что ты великий, ты слышишь все молитвы, и ты придешь на просьбы нуждающихся и молящимся и просящим тебя. Ответ от Господа не заставил себя ждать. Как раз в это время приближался колледж Гора Моисея 2016 года. И я верила, что это все будет устранено на колледже, что никакая мазь, никакой доктор, никто не поможет, только Бог. Анжелика всем сердцем верила, что Бог обязательно исцелит ее дочку и с нетерпением ждала Божьего чуда. Я молилась и говорю, Господь, только ты в силе вообще исцелить ее. И я знала, что я не могу приехать обратно без того исцеления, о котором я просто мечтала. Я говорю, Господь, мне ничего не надо, только ее исцелить. Я так жду встречи с тобой. Дух Святой, прийди. Сила Святого Духа наполняет этот зал. Во имя Иисуса, косись, Дух Святой. Когда было слово знания нашего апостола, это был первый день колледжа. Он сказал. Болеец кожи сейчас исцеляется, как будто бы маленькие, как язвочки на вашем теле. Прямо сейчас. И ваше тело, оно поражено этими язвочками в определенных местах. И прямо сейчас полное исцеление приходит. В это время Ева была в зале, она спала. И у нее как по телу началась дрожь. Я говорю, мама, посмотри, что с ней. И она говорит, это слава Божия. Я понимала, что Дух Святой в это время работает над ней. В тот же день Анжелика заметила, что кожа ребенка резко изменила цвет. Раны начали заживать на глазах в течение последующих дней. Спустя буквально три дня я увидела, как кожа начала обновляться. Когда я показывала своим в церкви друзьям, говорю, посмотрите, Бог явил свою славу. Они не могли поверить. Они говорят, как? Я молилась усиленно, я знала, что Бог явит свою славу. Он ее явил. Наш Бог велик. Аллилуйя, аллилуйя. Он достойен еще аплодисментов. Пройдя диагностику у дерматолога, врач подтвердил, что ребенок полностью здоровый. Там, где раньше были кровоточащие раны, сегодня абсолютно чистая, здоровая кожа ребенка. Болезнь ушла полностью. Я видела, что не было никаких симптомов, никаких проявлений. Ребенок перестал чесаться и сказал, мама, у меня ничего не болит. Я говорю, Господь, Ты велик, слава Тебе. Вот это было, наверное, самое великое просто чудо в моей жизни. После исцеления Ева чувствует себя замечательно. Теперь ее не беспокоит эта болезнь. Ребенок обрел свободу, свободу в движении. Она начала бегать, прыгать. Она перестала чесаться, она перестала жаловаться на какие-то боли. Она стала жизнерадостной. Она просто полна сил, она полна жизнерадостности какой-то. Она вот бегает, прыгает. Я узнаю своего ребенка до болезни. Я просто вспомнила, как это, когда ребенок не плачет и не говорит, мама, сделай что-нибудь, помоги мне, пожалуйста. Она просто просыпается, не смотрит на ногу. Она уже ее не чешет, не трогает, бегает. И здоровый, радостный ребенок. Я хорошо себя чувствую. Евусенька, расскажи, кто тебя исцелил? Бог! Я очень благодарна Богу, что он исцелил Еву, что мы получили долгожданное освобождение, свободу. Ребенок жизнерадостный, счастливый. Он прыгает, он бегает, он радуется жизни. Спасибо Богу за его исцеление. Спасибо Богу, что он меня исцелил. Субтитры создавал DimaTorzok